От долбанного времени суток, уважаемые телезрители, в эфире первый альтернативный музыкальный телеканал A1. Это программа «Свежак». С вами ведущий Ви Джей Чак. И настало время ознакомиться с самыми свежими видеоновинками нашего альтернативного эфира. Понес! Несмотря на то, что глобальный финансовый кризис все еще угрожает мировой экономике, а кое-где на Земле до сих пор идут локальные вооруженные конфликты, на этой планете пока еще остались тихие и укромные уголки, где жизнь течет своим чередом. Одним из таких островков спокойствия можно смело назвать родину могучих лесорубов и ловких хоккеистов, прикрывающих свои достоинства кленовым листком. Нет, я сейчас говорю не про мужскую баню, а о Канаде. Как вы понимаете, такое положение дел устраивает далеко не всех. Есть среди добропорядочных канадцев те, кто не желает жить спокойно, те, кому порядок встал поперек горла, и те, кто не собираются об этом молчать. Это группа из Торонто, чье имя говорит само за себя. Факт Ап. Кроме нецензурного, но зато понятного каждому названия, участники этого коллектива могут похвастаться и своими шикарными псевдонимами. 10 тысяч мраморов, горчичный газ, концлагерь и главарь банды Отец Дэмиан, он же Розовый Глаз. Их мама Анархия, их папа Хардкор Панк. Они идут на пролом, и поэтому их клип сегодня у нас первый. Смотрим премьеру. Факт Ап. Крукед Хэд. Ну что еще можно было ожидать от такой группы, кроме полуконцертного видео, показывающего все прелести живого выступления группы и анатомии вокалиста? Кстати, это случаем не Сергей Крылов. Субтитры делал DimaTorzok По логике вещей такая группа, как Факт Ап, должна была образоваться в какой-нибудь более экстремальной стране, где на улицах взрывы гремят чаще, чем выстрелы, и где каждый спокойно прожитый день – это настоящий праздник. Ну что-то типа Ирландии, страны, жители которой до сих пор продолжают бороться за свою независимость, используя для этого даже самые бесчеловечные способы, типа терроризма. Но опять же, вопреки логике, в недрах свободолюбивой Ирландской республики, наоборот, рождаются музыканты, чье творчество далеко от экстремизма, как у группы Snow Patrol. В песнях Snow Patrol вы не найдете ни призывов к борьбе за свободу, ни других подобных экстремистских заявлений. Их сахарный поп-рок – это скорее нежное «да», чем твердое «нет». Вокалист Snow Patrol Гэри Лайтбадди не боится признаться в том, что его любимые животные – это белые и пушистые полярные медведи. Единственное, что эти парни могут позволить себе взорвать – это британские чарты, когда туда попадают песни с их нового альбома «A Hundred Million Sun». Не знаю, получится ли у них взорвать наш эфир своим новым клипом, но посмотреть его мы с вами просто обязаны. Смотрим премьеру Snow Patrol, If There Is A Rocket, Tie Me To It. Я всегда думал, что романтические прогулки по пляжу – это прерогатива исключительно влюбленных парочек, но я, как всегда, ошибался. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно сказать, что ирландцам крупно повезло, что борются они за независимость от Великобритании. Им пришлось бы гораздо хуже, если бы это были Соединенные Штаты Америки, на данный момент являющиеся главным плохим парнем среди всех стран на планете Земля. Но почему все так боятся Америку? Ответ на этот вопрос нам сможет дать один из отцов-основателей шок-рока – американский рок-музыкант Эли Скупер, который большую часть своей творческой жизни только и занимался тем, что вселял ужас в сердца людей всего мира. Но мало кто знает, что в перерывах между инфернальным разрубанием арбузов гильотиной король ужаса Эли Скупер поигрывает в гольф. И делает он это, кстати, не менее ужасно. Смотрим рубрику «Взрыв из прошлого». Так, сейчас папочка покажет вам, как нужно адски играть в гольф. Полетели, полетели, давай, 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 давай. Да чтоб тебя в аду черти драли, опять недалек. Еще голову, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ох уж мне эти американцы, как они только умудряются впаривать о всему цивилизованному и не очень цивилизованному миру свой американский образ жизни. Даже у нас в России половина страны ходит в удобных джинсах, пьет сладкую Кока-Колу, кушает вкусные гамбургеры и смотрит красивые голливудские блокбастеры. Причем делают это с огромным удовольствием. Но несмотря на это, есть у американцев все-таки что-то такое, что для русского человека навсегда останется непринятым и непонятным. Например, американский футбол или комиксы. Какие еще нафиг комиксы? Мурзилка. Вот это сила. Но для простых американцев комиксы до сих пор остаются одним из главных источников культуры и образования. Именно поэтому американские постгранжеры из группы Хайндер в ближайшее время планируют стать героями нового комикса, на красочных страницах которого будет идти повествование о нелегких гастрольных буднях группы Хайндер во время их предстоящего тура под названием «Take it to the limit». А пока художники ломают голову над тем, в какой же позе лучше всего изобразить барабанщика, плюющего в унитаз, мы полюбуемся на классический способ отображения гастрольной жизни рок-музыкантов в новом клипе Хайндер «Up all night». Судя по обилию столичной и выпитой в кадре, именно она является главным спонсором, а также идейным вдохновителем вечеринок группы Хайндер. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Посмотрев клип группы Хайндер, у меня опять создалось впечатление, что американские рокеры живут гораздо лучше, чем наши. А вообще, как я могу об этом рассуждать, если я там даже никогда не был? Короче, как пел Вячеслав Бутусов «Goodbye America». Хотя, погодите, почему пел? До сих пор поет, и пускай легендарный Наутилус Помпилиус давно пошел ко дну, его адмирал, не менее легендарный Вячеслав Бутусов, по-прежнему в отличной форме. И в любой точке России его выступления с группой «Юпитер» могут стабильно рассчитывать на полный аншлаг, или, как это сейчас модно говорить, «sold out», а также на теплое местечко в нашей программе. Смотрим премьеру нового клипа Вячеслава Бутусова «Фея». Хитро лежит на полу, как подбитая фея. Ей бы взлететь к потолку, но она не умеет. Ей бы взлететь к потолку, но она не умеет. Если по дороге на работу вам встретился Вячеслав Бутусов, не пугайтесь, это действительно он. Единственное, чего вам стоит бояться в этой жизни, это реклама на первом альтернативном. Продолжение следует...